Музыка Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем учиться готовить закуску. Для этого нам с вами понадобится 350 грамм крабовых палочек, половину филе грудки, где-то грамм 150, также где-то грамм 150 сыра, молотый перец по вкусу, потом добавим сколько нам нужно будет, 3 зубчика чеснока, 2 яйца потом для кляра, панировочные сухари, соль по вкусу, ну и масло, в котором мы будем все это обжаривать, потому что это все будет обжариваться во фритюре. Все лишнее мы убрали с того, что нам сейчас пока не пригодится. Филе курицы мы нарезали кубиками, как и сыр, для того, чтобы наш блендер справился, потому что все эти ингредиенты мы будем запускать в блендер. Давайте попробуем вначале сыр запустим. Вот мы засыпали на наш сыр в блендер, теперь попробуем его перемолоть. Не знаю, конечно, что у нас из этого получится, будем пробовать. Вот мы размельчили наш сыр, теперь мы прямо сюда же будем добавлять куриную группу. и теперь будем все вместе это дальше проходить блендер. Вот и размельчили мы нашу курицу вместе с сыром. Получилась какая-то непонятная масса. Теперь будем добавлять туда постепенно крабовые палочки. можно их прямо разрывать, чтобы они легче перемалывались. И так же все перемешиваем блендером. Все наши ингредиенты мы пропустили через блендер, но так как у нас мощности и особо много у блендера, получилось вот такое чудо. И мы не смогли все наши ингредиенты смешать в одну массу. Теперь мы будем это делать руками. Пока мы вымешиваем, добавляем соль, не знаю, на глаз. И добавляем свежемолотый перец. И продолжаем это все вымешивать. Итак, вот мы и вымесили, грубо говоря, как сказать, наше тесто. Теперь всю эту получившуюся массу нам надо убрать в холодильник минут на 30-40, чтобы она немножко подзастыла, чтобы из нее можно было лепить шарики. Убираем и встречаемся минут через 40. Пока на нашей массе стоит в холодильник, мы с вами сделаем кляр, который мы дальше будем обваливать наши шарики. Для этого нам понадобится 2 яйца и панировочные шарики. Сейчас разбиваем 2 яйца в тарелочку. И еще одно. И теперь все это перемешиваем. Берем вилочку и перемешиваем. Вот и все. И продолжаем ждать, пока остынет наше тесто. Итак, прошло 40 минут. Наша масса немножко застыла. Теперь смачиваем руки водой и начинаем катать шарики. Берем вот так вот немножко этой массы непонятной и начинаем накатывать. Ну, шарики. Кому какие нравятся, кому побольше, кому поменьше. Катаем. Теперь мы что делаем? Мы взяли обычную кастрюлю, так как у нас нет сковородок или они очень большие, куда уйдет много масла. Разогреваем нашу кастрюлю, чтобы если была на ней влага, вся она испарилась, иначе, когда мы добавим масло, вся эта влага поднимется наверх и будет плескаться маслом. Итак, наша кастрюля высохла, нагрелась, и мы добавляем очень много масла в нее. Прямо льем и не жалеем нам, чтобы надо было, чтобы наши шарики в этом масле плавали. Я думаю, у нас тут уйдет, наверное, вот эта вот вся бутылка практически. Пол бутылки, сколько тут в ней было. Наливаем, наливаем, наливаем. И оставляем это масло разогреваться, чтобы оно было очень горячим, чтобы нам можно было пожарить во фритюре. Пока у нас разогревается наше масло, мы будем продолжать готовить наши шарики. Теперь мы будем посовывать их в кляр. Здесь разбиты наши два яйца, как было. Засовываем туда нашу котлетку, и опускаем в панировочный сухарик. Опять сюда же и опять в панировочный сухарик. И так, наверное, сделаем раза три. Делаем это аккуратно, потому что наши котлетки очень нежные получились. Ну и так же делаем с каждой котлетой, уж не будем снимать, как мы делаем. Каждый шарик наш закидываем. Итак, наше масло разогрелось, теперь выкладываем наши шарики. Аккуратненько, чтобы они не развалились, кипящее масло. И начинаем их жарить. Пока они жарятся, мы возьмем тарелочку и положим на них салфетки, чтобы нам вынимать и лишнее все масло стекало на салфетке. И вот, прошла минута 4, у нас уже появилась корочка на наших шариках, и их можно вынимать. Если у вас фритюр позволяет полностью эти шарики опустить, чтобы не было никаких выпирающих частей, может кто-то хочет сэкономить масло, налить поменьше. Если будет меньше масла, то не забывайте, что их надо немножко перевернуть, чтобы они со всех сторон прожарились. Если они полностью закрыты в масле, то их даже не надо переворачивать. Просто опустили, минуты 4 ждем. Теперь вот как бы выложили на салфетку и даем им немножко как бы полежать, чтобы они, из них все лишнее масло стекло. После этого, как оно стекет, мы будем их пробовать. Ну вот, лишнее масло стекло стекло с ваших шариков. Теперь приступим к дегустации. Вот что у нас получилось с вами изнутри. Теперь давайте продегустируем. Ну, что вам сказать по этому блюду? Я бы лучше бы сделал, не знаю, сейчас получили шарики очень большие, то есть не за один укус. В принципе, лучше сделать маленький, ставить какую-нибудь зубочистку или какую-нибудь палочку, как для канапе, чтобы получилась закуска на один укус. По самим шарикам. Корочка получилась хрустящая, обалденная. Внутри просто вот прям все приготовилось, все сочно, прям как, не знаю, как с чем сравнить, но очень получилось вкусно. Очень хороший, ну, сильный аромат чеснока. Мы переживали, что переборщили с солью. Когда замешивали все наши ингредиенты, ну, из-за того, что мы в клярне добавляли соль, получилось очень даже хорошо. Мы уже как бы думали, что готовим просто закуску, а когда добавили столько соли и попробовали эту массу, думали, что придется презентовать как закуска к пиву. Можно немножко меньше перца, потому что вот сейчас попался прям перец с чесночком, и это очень остренькое даже получилось. А так очень легко, просто делается даже. Я смог сделать. Готовьте, вкусно, приятно. Всем спасибо за внимание.